МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ННТВ «Прямая линия» с губернатором. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в нашей студии готов ответить на мои вопросы и вопросы телезрителей. Вечер. Добрый, Валерий Павлович. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого указан на ваших экранах, а также посредством интернета наш адрес сети www.nnntv.tv. Приглашаем к диалогу. До начала планового пуска Борской транспортной системы остаются считанные дни. В общем, не больше, не меньше, как 17. Дальше счет пойдет уже на часы. Есть ли полная уверенность в том, что 31 июля можно будет сказать, поехали, махать там рукой, не махать, это дело второе, но тем не менее. И, собственно говоря, вот две с половиной недели, какова сегодня степень готовности, и в эти восставшиеся дни что еще предстоит сделать? Степень готовности очень высокая. Мы заканчиваем этот контракт, над которым работали почти 4 года, тысячи людей. И 30 июля, как мы с самого начала обещали, все физические объемы работы будут выполнены, и Борская транспортная система вступает в эксплуатацию. Сейчас идут финишные работы, работы, которые, очевидно, совершенно здесь и задержала погодная ситуация. Да, конечно. Это формирование, если говорить с правой стороны, со стороны города Нижнего Новгорода, формирование кольца на улице Акимова, тротуаров, установка разделительных ограждений, разметка, дорожные знаки, то есть то, что мы называем одеждой внешней. Если говорить о левой стороне, со стороны Бора, то там идет соединение отдельных участков этой транспортной магистрали друг с другом, потому что часть их уже использовалась нижегородцами, когда они обходили ремонт старой дороги, по новой уже дороге, теперь вернулись на отремонтированную старую, и новую дорогу уже покрывают финишными слоями асфальта. Асфальт осталось уложить немного, максимум на три дня работы. Хорошая погода сейчас дает возможность нам это все завершить. Также устанавливаются знаки, разметка делается. Я проехал по отзывам старожилов, тех, кто работает в дорожном фонде, тех, кто работает в Министерстве автомобильных дорог и транспорта. Такого еще не было? Такого объекта у нас еще не было. Ну и Министерство транспорта тоже оценивает нашу работу очень хорошо, потому что мы не только построили мост, мы еще построили целый ряд искусственных сооружений, мост через реку Везлома, пойменные мосты, трехуровневая развязка у Неклюдова. Это довольно-таки серьезное решение. Я думаю, что сейчас еще надо посмотреть вечерком, как осветили эту трассу. Освещение посмотрели. Потому что я думаю, что это будет самая высоко освещенная трасса в нашем регионе. Плюс к этому продумано и реализовано специальное архитектурное освещение моста. Поэтому, пожалуйста, просим на дорогу вечерком. Хорошо. Но действительно, объект масштабнейший, заметный не только в масштабах области, но и в масштабах всей России. Наверное, какие-то высокие гости будут? Или об этом рано? Пока сюрприз. Пока не знаю. Хорошо. Далее тема мостов, но уже в другом разрезе. Вы правильно сказали, что сегодня погода Нижегородством благоволит. Но мы помним, как неделю назад, всего-навсего неделю назад, какие ливневые потоки обрушились на город, на область. В результате этого ситуация, которая там иногда возникает во время паводка, три моста низконапорных просто были затоплены. Вот насколько проблемной была ситуация в каждом конкретном случае? И, собственно, как она разрешилась, если разрешилась? На самом деле, это обычное явление для нас по весне. Но паводок другое дело. Да. И эти места, они у нас все на учете. Там существует специальный режим на этот случай. Все абсолютно твердо знают, начиная от жителей и кончая всеми обслуживающими организациями, чем надо заниматься. Мосты эти в свое время были построены еще в советский период, низководными, из-за экономии средств. То есть их пускали прямо от берега до берега на небольшой высоте самой водной глади. Естественно, как только река переполняется, они сразу оказываются под водой. Но это не значит, что населенные пункты, которые там находятся, отрезаются от жизни. Во-первых, есть объездная дорога. Во-вторых, организуется подвоз уже нашими службами и продуктов питания. Обеспечивается полностью работа скорой помощи. Противопожарная безопасность тоже находится на высоком уровне. Есть дежурство постоянной представителей МЧС, которые решают все возникающие вопросы. По крайней мере, никто из жителей не эвакуирован. Все живут в своих подворьях. Ситуация улучшается с каждым днем. То есть, если, допустим, в первый день был метр, и было там 200 метров квадратных затоплений, то сейчас уже там сантиметров 15, и осталось там 20 метров. То есть вода уходит. Уходит, и в ближайшее время эта ситуация нормализуется. Таких ситуаций у нас два в Пильне. То есть два в Гагинском районе, один в Пильненском районе, мост. И еще в Ордатском районе там часть дороги размыла, но тоже уже завтра работы будут закончены. Понятно. Не очень приятно, но ситуация достаточно рабочая и под контролем находится. А у нас под контролем телефонные звонки. И, пожалуйста, первый вопрос. Алло. Да. Здравствуйте, Валерий Павленович. Добрый вечер. Людмила Михайловна, добрый вечер. Валерий Павленович, вот такой вопрос. Колхоз, знакомые живут в Теретепелево, и сама там тоже бываю. И там сложилась абсурдная абсолютно ситуация. Колхоз взял в аренду старый, заросший кустами, тинный пруд. Он там был еще в каких-то советских времен. Совместно с местными жителями, все вместе, люди тоже помогали. Почистили, привели пруд в порядок, посадили деревья, песчаный пляжик сделали, чтобы можно было детям купаться. И вдруг выясняется, что за это колхоз оштрафовали. Структура, которая занимается надзором за нарушениями в сфере сельского хозяйства, Ростельхознадзор, аж почти на 5 миллионов рублей за то, чтобы привели в порядок пруд. Кстати, оказывается, он числился как земли сельхозназначения, и якобы эта расчистка повредила какой-то плодородный слой грунта, хотя там ни пашни поблизости, ничего. И звучит так, что трудно в это поверить, но многомиллионный штраф есть, и это может разорить колхоз, в котором работают многие жители села. Причем, знаете, вот даже в этом же районе, в Дальнеконстантиновском, и по соседству есть заброшенные сельхозземли, которые бурьяном зарастают, и никто не страхует, ни собственников не ищет. И вот эти нарушения почему-то не обращают внимания. А на пруд, который благоустроили, там, за это 5-миллионный штраф. Валерий. Спасибо, вопрос понятен. Я этим вопросом сейчас занимаюсь, вы как-то попали в точку. У меня недавно был руководитель этого хозяйства, правда, не колхоз уже, колхоза у нас уже не существует, но все равно тема этого пруда, она существует, и я сейчас буду встречаться со всеми контролирующими организациями, разбираться в этом вопросе, когда он стоял бесхозный, заросший. Да, никого не волновало. Никто не приходил, у нас часто так бывает. Стоит проявить хорошую инициативу, тут же ты будешь наказан. Поэтому с такими людьми будем прощаться, которые стараются помешать нормальным людям наводить порядок на нашей земле. Понятно. Следующая тема. Нижний Новгород и 5 районов области уже достаточно давно перешли на единый телефонный номер экстренных служб, номер 112. В других муниципалитетах пока действует старая схема, то есть отдельные номера экстренных служб, 0,1 пожарный, 0,2 полиция, 0,3 скорая помощь, 0,4 газовые службы. Вот будет ли осуществлен, если да, то когда повсеместный переход на единый номер экстренных служб? И, скажем так, на примере тех, кто уже перешел, того же Нижнего, не возникло ли на этот переходный период каких-либо технических, а может быть даже и психологических проблем для тех, кто десятилетиями пользовался первым вариантом? Ну, во-первых, сегодня одинаково функционируют и новые номера, и старые номера. Поэтому, если какие-то трудности есть, можно... Параллельно. ...другой системой. Но, кстати, кто попробовал систему 112, тот больше... Устроило. ...на старую систему не возвращается, потому что, ну, это очевидно. Если у вас произошел какой-то случай несчастный, ну, пожар... Кроме того, что вам нужно позвонить в пожарную службу, вам нужно позвонить в газовую службу, чтобы газ отключили, вам нужно позвонить в скорую помощь, если что-то случилось. Параллельные смежные проблемы, да. Целый ряд вопросов возникает. Система 112 — это служба спасения. Она сразу распасовывает сама все эти сигналы по всем системам, которые совместно должны решить этот вопрос. Обработка самого сигнала, она резко уменьшается с точки зрения времени. Плюс еще оператор же беседует, поэтому ложный вызов также сразу отпадает. Отсекает. От этого зависит, конечно, здоровье людей. Чем быстрее оказана будет помощь, тем это лучше. И второе — это сохранность их имущества. Система эта основана на самых современных информационных технологиях. Мы на Пугачево отремонтировали здание. Целый этаж там, зал операторов. Мощности подготовлены на все 52 района и городских округа. Сейчас идет тестовый режим с 6 февраля. Это все районы Нижнего Новгорода и 6 северных районов области. Вот с 6 февраля было принято уже почти 300 тысяч звонков. И кроме того, что они принимают звонки, они еще и контролируют, а этот вызов реализован. И каждый день составляется лодка о том, вышли на этот объект или не вышли. Это довольно-таки важно. Почему? Потому что мы потом уже в рабочем порядке проконтролируем качество этой работы. Но факт, что приехала скорая помощь, что приехала пожарная машина, факт этот уже будет налицо. И я дал указание до 1 ноября этого года подключить к этой системе все 52 района и городских округа. И в декабре мы будем сдавать эту систему государственной приемочной комиссии. В полном соответствии с дорожной картой, которую я утвердил, мы реализуем этот проект. Кстати, эта система будет у нас в одном из первых регионов внедрена. Хорошо. Ну, телефон спасения на НТВ 434-06-81. У нас есть главный диспетчер, который даст поручение всем службам, которые должны решать или иные вопросы. И послушаем, какая следующая проблема. Добрый вечер, Валерия Павлина. Здравствуйте. Я с Сидова Любовь, проживающая в селе Спирино. Оно относится к Каменскому световету. У нас школа и детский сад находятся в селе Каменке, куда приходят все дети в округе. И детей с каждым годом становится все больше и больше. Но свободных мест в детском саду нет. Там принимают в первую очередь детей годной категории. А остальных детей распределяют в другие детские сады, которые находятся в других селах. Моему сыну на следующий год исполняется три года. И мы на очередь встали в детский сад после его дня рождения. И за эти три года продвинулись всего на пять мест. Были 68-е и стали 63-е. Мы обращались в прокуратуру Богородского района, но пока нам ответ не пришел. Они могут предоставить детский сад в другом селе, но у меня возможности туда доехать нет. Туда ехать с остановками полтора-два часа. Вопрос понятен, да. Ну, понятный вопрос. Надо изучить эту ситуацию. Сколько детей вообще в этом селе? Откуда привозят? У нас их может быть совершенно по-другому. Из того поселения, где есть детский сад, возят в это, потому что здесь получше немножко. Я обязательно дам поручение, чтобы разобрались. У нас очередность как таковая отсутствует с трех до семи. Но только пока еще, конечно, нет понятной системы, чтобы место ждало ребенка в том поселении, в котором он живет, в пределах пешеходной доступности. Этого пока еще нет. Я могу твердо это сказать. И здесь, если мы разберемся, что все дети местные и садик уже переполнен, будем думать о строительстве нового сада. Хорошо. Возвращаемся к теме строительства. На этот раз речь пойдет о строительстве спортивных объектов. В первую очередь, конечно, стадион Нижний Новгород. Но так, по большому счету, о нем мы говорим достаточно регулярно. А что касается тренировочной базы, как-то упустили. Здесь, может быть, чуть подробнее сегодня. Ну, во-первых, база команд, то есть самый главный объект, она построена, сдана на Бару. Очень большой интерес проявили пока две ведущих сборных, Испания и Аргентины. Их представители уже приезжали. Как интересно, конкретика появляется такая. Завязалось уже соревнование такое. Кому эта база достанется, потому что всем она понравилась. Понятно. Уже поле засеяно, поле с подогревом, с дренажом. Вот ливни были. Ушло. Здесь 10 минут воды вообще не осталось. В общем, Месси мы ждем, да? Ну, если он попадет в состав. А, понятно. Хорошая шутка. И мы ждем, а вдруг его не возьмут. Поэтому это вот очевидно. Все уже можно туда въезжать. Все оборудование установлено. Прекрасная база с гостиничными номерами, высокого уровня, с хорошим реабилитационным центром, медицинским центром, футбольное поле. Рядом ФОК, наш Красная Горка. Они, кстати, там побывали, ахнули. Еще у нас три тренировочных базы. Одна на улице Карла Маркса, на Мещере. Я сегодня там был, инспектировал строительство. Строительно-монтажные работы завершили. Ну, это тоже недалеко с ФОКом, рядом с ФОКом Мещера. Осталось там полы настелить, там кое-какие переделки, потому что хотели покрыть плиткой. А потом поняли, что там футболисты будут ходить в бутсах. А, уедут на шипах-то, да? Поэтому сейчас меняют это покрытие на каучук с такими шероховатой поверхностью, чтобы можно было нормально там не подскользнувшись, не травмировшись ходить. Ну и поле посеяли. Первый сорт травы взошел. Еще четыре сорта. На два месяца по контракту за этим полем будут строители ухаживать. Окончательный ввод ее с получением всех документов, я думаю, где-то 10 августа. Потом целый год еще у нас впереди. Тренировочная база на локомотиве. Тоже сегодня я ее инспектировал. Уже демонтаж всех старых помещений проведен. Монтируются системы вентиляции, монтируются другие системы. Я думаю, что мы по контракту должны завершить 1 декабря этого года. Вполне реальный срок, потому что объемы там небольшие. Ну и стадион «Химик» в Дзержинске. Тоже работы ведутся по графику. 1 декабря 2017 года мы там завершаем все работы. Но там стадион поле искусственное, поэтому наша команда там играет олимпийцами. Да, да, да. Домашние матчи проводят. Без остановки. Хорошо. Давайте еще один успеваем ответ дать телезрителям. Добрый вечер, Валерий Павлинович. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Владимировна. Прожила я по улице Львовской, дом 2. Жители нашего дома обращаются к вам с просьбой. Нам необходимо заузить пешеходный тротуар около дома. В настоящее время он очень широкий. 1 метр 8 сантиметров. А вот проезжая часть на Боряске очень низкая. В результате чего по тротуару едут легковые и грузовые машины, включая мусоровозы. А также машины, объезжающие по улице Львовской пробку. Ямочный ремонт из-за постоянного движения по нему машин сделать также невозможно. С этой просьбой мы неоднократно обращались до управляющих компаний нашего района, где получали от вас. И ссылаются они на отсутствие финансов. Хотя проблему эту признают. Валерий Павлинович, жители нашего дома надеются только на вашу помощь. Валерий Павлинович, очень хороший вопрос задаете. Я вот удивляюсь, как мы все по-разному живем. Вот в Москве, наоборот, расширяют тротуары, сужают проезжую часть. Для того, чтобы транспорт там, где люди живут, не мешал бы людям. И как можно меньше бы там транспорта ходило. Поэтому я обязательно дам поручение, чтобы посмотрели схему движения транспорта. И если она каким-то образом нарушила безопасность пешеходов, и вообще окружающее население страдает от этого, мы это поправим. Хорошо, у нас остается минуты 2-3. О строительстве в Нижнем Новгороде футбольных баз мы поговорили. Теперь давайте о строительстве футбольной команды. В минувшую субботу стартовало первенство футбольной национальной лиги в России. Олимпиец провел первый матч. Закончился он ничейным результатом 2-2. Хотя по ходу дела отыгрывались 0-2. Вот как вам игра команды? И самое главное, какими вы видите перспективы первого сезона ФНЛ? Ну, я эту игру не видел, только читал отчет. Ребята проявили волю, характер. 0-2 проигрывали, забили два гола, ничья. Первый матч в более высоком дивизионе, это, конечно, хороший результат. Серьезность, да? Да. Мне рассказали, что живая такая была игра. Да, еще под проливным дождем просто сумасшедшая. Да, задача сейчас команды Олимпиад закрепиться. В футбольной национальной лиге. Я не думаю, что мы сейчас будем сразу бежать в премьеру. Да, в премьер-лигу. Если в десятку попадем, будет хорошо. Хороший результат. Хорошо. Ну, я хочу сказать, что в ближайшую субботу, 15 июля, Олимпиад ждет очень серьезное испытание. Да, конечно. Самая сильная, самая именитая команда футбольной национальной лиги Королев-Саветов из Самары. Не удивлюсь, если в этот день на стадионе «Химик» будет даже и аншлаг. Ну, и от себя хочу добавить, что ННТВ сейчас ведет переговоры и с Лигой, и с клубом об организации трансляции. Так что большой футбол вполне возможно в ближайшее время. Вы увидите на наших ННТВ-шных экранах. Спасибо вам за участие в программе. Через неделю в этой же студии, в этой же время. Приглашайте. Да, конечно. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!